Новая волна гонений на независимые СМИ, антиукраинская истерия, и причем здесь заговор и мировое закулисье, расскажет наш московский САПКОР Данил Русаков. Слухи о том, что независимый телеканал «Дождь» выселят из здания на Красном Октябре, ходили последние полгода, и вот они стали реальностью. Редакция получила письмо от хозяина помещения. До 15 ноября журналистам нужно убраться куда подальше. Артем Кроицкий только что у нас был как третийский судья в этом всем зависит. Пока что телеканал работает в обычном режиме. В эфир выходят новости, тематические программы. Собственники бывшей фабрики «Красный Октябрь» время подгадали, видимо, специально. Руководитель «Дождя» Наталья Синдеева сейчас за рубежом. Периодическим травмом коллектив, кстати, уже давно привык. Зимой против них была спланирована целая кампания. Тогда в ней участвовали даже депутаты Госдумы. От канала отказались рекламодатели, его отключили из большинства кабельных сетей. А все потому, что журналисты решили обсудить альтернативную версию блокад Ленинграда времен Второй мировой. Перед тем, как мы переедем в наше новое помещение, в какое-то время наш эфир будет выходить не в том объеме и не в том виде, в котором это происходит сейчас. Зато про государственным СМИ дали полный карт-блач. Вот статья из «Комсомольская правда» любимой газеты Путина. Вышла сразу на следующий день после авиакатастрофы во Внуково, в которой погиб глава компании «Тоталь» Кристоф де Моржери. Рупор Кремля уже нашел виновных. Имя оказались украинские спецслужбы. Водитель снегоуборочной машины, по версии издания, тоже украинец. Его, кстати, назвали гастарбайтером. Смерть противника антикремлевских санкций Моржери сравнили с гибелью правнука легендарного Рокфеллера. По версии автора сходства, неопровержимая. В обоих случаях ведь был частный самолет. Убийство всенепременно ритуальное, провинции текст должен прийтись по душе. «Комсомольская правда» вообще любит радовать читателей острыми заметками. Многие помнят бессмертную статью Ульяны Скойбиды, в которой она порадовалась, что в состав страны, это практически цитата, вернулся не Крым, а СССР. Примечательно, что тот же автор несколько ранее на страницах того же издания глубоко скорбил, что из предков нынешних российских либералов немецкие нацисты не сделали абажуров. Данил Русаков и Олег Неведовский. Московское бюро. Телеканал Интер.